Цезарь. Крестовые походы. Бородино. Всё это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чём учёные обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для учёных, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы перенесёмся на восток, на дальний, я бы даже сказал, восток. Сегодня будем говорить о Китае. И будем говорить мы о древнекитайском урбанизме. Так достаточно загадочно звучит эта тема. Но, как выяснилось, Китай в силу своей густонаселённости со многими проблемами, с которыми сейчас борются большие мегаполисы, столкнулся ещё в глубокой древности. И, в общем, научился их успешно решать. И вот мы сегодня обсудим, как они это делали, как были устроены их города, как там была устроена жизнь. Помогать нам в этом будет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела Китая, Института востоковедения РАН Сергей Викторович Дмитриев. Добрый день. Здравствуйте. Вот мы... Есть такое вообще... У нас была же отдельная программа вообще, в принципе, про появление первых городов. Мы говорили про Ближний Восток, мы говорили о том, как там они появились, но там это всё, ну, самый большой мегаполис 3000 человек, да, ещё что-то. Понятно, что есть такая теоретическая проблема в том, что, в принципе, что такое город, чем он отличается от деревни, там, есть стены, нет стен, как там социально это устроено. А в Китае с этим как вообще там, когда появились первые большие города и когда они превратились именно в мегаполисы? Вы понимаете, в Китае это тоже не так легко сказать точно, потому что, действительно, в Китае с самых ранних времён, когда мы можем там как-то наблюдать население, народу было много, потому что, ну, например, долина Хуанхэ, она очень благоприятна для проживания, поэтому даже на уровне собирателей там плотность населения была гораздо выше, чем в многих других регионах планет, просто потому что там гораздо легче жить. Это потом сохранялось. Естественно, когда люди начали уже уметь выращивать, так сказать, какие-то злаки и так далее, это продолжалось, и население росло и росло. И, правда, там есть такой довольно интересный этап, который иногда ассоциируется с культурой Яншао, где населения много, очень много поселений. Это, конечно, такие большие деревни, но при этом они парадоксально почти не имеют укрепления. То есть такой вот золотой век практически, когда все там только небольшие рвы, видимо, от диких животных, а так никто ни с кем не воюет. Но это не очень долго продолжалось, и уже на следующем этапе одним из характерных признаков следующей культуры Луншань являются крепости, которые чаще всего это такие форты, в которые можно, так сказать, спрятаться при нападении врагов, но есть и довольно большие уже укрепления, которые, может быть, в которых кто-то жил и постоянно, там это трудно сказать, но при этом параллельно также существуют крупные, ну, тоже это уже трудно сказать, большой село или маленький город, но это большие, довольно очень густо заселенные районы, которые, кстати, тоже застроены не абы как, а по заранее разработанному плану, то есть видно, что предполагалось, где будут колодцы, где будут дома и так далее, но тут действительно тоже трудно сказать, город это или нет. Но затем... А это какое время? Это где-то в третье тысячелетие до нашей эры, то есть это еще догосударственный период, там как раз примерно грань перехода от догосударственности к раннегосударственности, протогосударством. Дело в том, что, понимаете, постройка стен, по крайней мере, в Китае городских, это очень важный маркер именно появления, если не государства, то протогосударства, потому что в Китае стены строились довольно особым способом, это такая технология утрамбованной земли, которая позволяет построить очень крепкие, очень долговечные стены без больших каких-то, так сказать, умений, потому что это стены толстые, они там могут быть в основании 9, 10, 15 метров, понятно, что такая стена все не упадет, даже если вы как-то сопромат не соблюдете. Пусть это крепкие долговечные стены, которые не требуют каких-то особых инженеров, но при этом они требуют огромного количества труда. И поэтому, соответственно, если мы с вами видим вот такое укрепление, даже небольшое, это очень яркий показатель того, что уже это общество, в котором можно часть людей освободить от земледелия и попросить или заставить их это строить, потому что это многие годы, это многие годы тысячи людей должны были работать, даже чтобы построить такую крепость сравнительно небольшую. А там какие масштабы крепостей по размерам и по практичным пониманиям? Вы знаете, из ранних там есть буквально 100 на 100 метров. Чуть-чуть попозже это может быть уже 600 на 600, например. Они почти все тяготеют к прямоугольнику или квадрату, и, так сказать, у них такие стороны примерно одинаковые. Чуть позже, если говорить про уже, так сказать, такое государственное время, то, например, одна из раннешанских столиц Джанчжоу, если я не ошибаюсь, у нее, по-моему, периметр стен порядка 8 километров. То есть это уже, конечно, настоящий город, в котором не только прятались и не только жил царь там и какие-то жрецы, это такой уже настоящий город. Опять же, для того времени, для того мира это очень много. А это какое время? Да, естественно, прошу прощения. Поскольку с Китаем мы редко имеем дело, это должно быть примерно середина второго тысячелетия до нашей эры. Это первое историческое государство, которое мы уже более-менее можем таковым называть на территории Восточной Азии Шан. И вот одна из их таких промежуточных столиц, она вот это уже такой серьезный, он хорошо изучен, потому что там эти стены, собственно, они и сейчас стоят и отлично себя чувствуют. Это, конечно, уже настоящий город. И в то время я подозреваю, я не очень владею синхронным материалом по миру, но я думаю, что это был тоже, по крайней мере, один из крупнейших городов, а может быть и крупнейший. И потом в дальнейшем Китай все время вот эту пальму первенства держал, не потому что китайцы какие-то такие особенные, а просто потому что в Китае всегда было гораздо больше народу, чем везде, и почти всегда на территории Восточной Азии жило, ну, там треть, например, населения земного шара, это была нормальная пропорция. Причем на сравнительно небольшой территории, потому что в основном они жили вот в долинах рек, прежде всего Хуанхэ, потом также добавилась Янзы, еще какие-то небольшие речки. То есть очень много народу на сравнительно небольшой территории, что приводило закономерно к довольно ранней урбанизации, просто потому что в случае, когда некоторое время все было хорошо и население быстро увеличилось, очень быстро всяким младшим сыновьям начинало не то, что не хватать земли, про это речи не было, им просто не хватало даже дела, вот руки приложить с пользой, дома было негде. Им надо было куда-то деваться, и они могли либо уйти в батараки или там на какие-нибудь пограничные территории, либо вот совсем разорвать земледелием и уйти в город, стать там ремесленниками, купцами, солдатами, учеными, как сказать, к чему есть способности и возможности. Это довольно рано в Китае началось, поэтому города росли каждый раз, когда не было каких-то серьезных войн, города начинали довольно быстро расти. Между прочим, не все еще осознали, что бюджет журнала «Прошлое» полностью зависит от нашей аудитории. Мы каждый месяц делаем больше 10 материалов. Это интервью с лучшими специалистами, фильмы из археологических экспедиций по всей стране, это всегда новые данные с переднего края науки, переданные вам с минимальными искажениями. И всю эту информацию совершенно бесплатно может получить любой школьник из Невиномыска и Леонадоре. Для нас это очень важно. Если это также важно для вас, если вы хотите, чтобы мы продолжали свою деятельность, становитесь подписчиками журнала «Прошлое», переходя по ссылке в описании к этому видео. Мы будем упоминать вас в конце роликов «Родина слонов», и вы получите ссылку на секретный чат, где мы общаемся с нашими подписчиками. Всем спасибо. Чтобы закончить вот эту общую такую вводную часть, можете синхронно как бы совместить вот нашу западную историю и восточную историю? Когда у нас какие города самые большие были? Я так понимаю, что Китай всегда доминировал. Понимаете, на Западе, откровенно говоря, крупные города вот такие, в которых живут более десятков тысяч человек, это, если я не ошибаюсь, это связано уже с эпохой Римской империи, причём, скорее, ну, последние какие-то десятилетия до нашей эры, и вот уже первый век, первый век нашей эры. Собственно, где-то в первом-втором веке Рим достигает своего максимального размаха, там в какой-то момент чуть не до миллиона жителей. Потом добавляется ещё Александрия и Константинополь, в которых на пике тоже жили, там, 100-200 тысяч человек. Ну, собственно говоря, по-моему, бывали моменты, когда там по 40 тысяч, скажем, было там в Каринфе, где-то вот ещё в греческих городах. Собственно, и всё, больше крупных городов не было. Даже римские города на территории Западной Европы, там, Галии и так далее, это всё какие-то там тысячи человек, но не более того. В Китае же мы фиксируем города в сотни тысяч уже в середине первого тысячелетия до нашей эры, то есть там 5-6 века, 4-й век до нашей эры, после того, как в Китай приходит железо, это приводит к очень быстрому росту населения. Вот это также приводит к очень быстрому росту городов. И там, тогда Китай был разделён на множество царств, и очень многие столицы этих царств, мы это знаем и по источникам письменным, и по источникам археологическим, они были городами по 200-300-400 тысяч человек. Точнее сказать, трудно, потому что все эти подсчёты, они довольно приблизительные, трудно понять просто по площади города, сколько там жило народу, но приблизительно так. То есть города, которые исчезали сотнями тысяч, их параллельно существовало 5-6, может быть, даже больше. В дальнейшем, после того, как Китай был объединён сначала империи Цинь, потом империи Хани, это, значит, конец III века до нашей эры, этот процесс продолжается, потому что почти весь, вся первая половина II века до нашей эры, это время очень мирное, Китай почти не воюет, а только как бы копит силы, и это приводит к быстрому росту населения, соответственно, росту городов. И при том, что к моменту, когда Хань пришёл к власти, уже существовало порядка 500 городов, вот за время, за 400 лет правления Хань, ещё порядка 500 было построено, и из них был десяток, наверное, а может быть и больше, которые также исчислялись сотнями тысяч, причём часто они находились совсем рядом, один с другим, и особенно, конечно, в этом плане отличалась западноханьская столичная область, вокруг столицы Чанань, там было сразу несколько городов, которые по европейским меркам были бы удивительно, велики, то есть сравнимы там с каким-нибудь Александрией, но их при этом было сразу 3-4 вокруг, как у нас вот Москва и города-спутники, потому что столица не вмещала всех, кто хотел там жить, и часть населения перемещалась вот в эти соседние города, в которых с площадью и с возможностями было чуть полегче. Вы приводили статистику в своей статье по поводу первого века нашей города, если меня память не изменяет, и там в десятке крупнейших городов мира только два европейских. Да, там на третьем месте Рима, а на девятом месте как раз Александрия, а на первом месте Луян, потому что это время уже восточный Хань, столица находилась в Луяне, и он, так сказать, был там что-то порядка 400 тысяч человек. Это... В Китае это как бы вызывало, там было много всяких по этому поводу размышлений о том, нравственно ли это, и насколько людям вредно жить в городах, потому что очень рано китайские философы стали писать, что города всё-таки это плохо для человека, там нету простоты нравов, там слишком много свободного времени, всяких соблазнов, люди очень скучные. Конечно, это приводит к деградации личности, поэтому много было, так сказать, всяких философских размышлений о том, как бы вот, что бы с этим можно было сделать. И предлагалось там, например, ремесленников и купцов по возможности, значит, к ногтю и как-то их задавливать налогами, а поощрять крестьянство, может, только когда крестьянин на своей земле, он по-настоящему вот подданный и моральный человек, а в городах, конечно, это всё совсем не то. То есть проблема городов была, так сказать, она ставилась, и в таком философском ключе, и в ключе каких-то, так сказать, проблем, связанных с обустройством всей этой жизни. Но, в общем, это не было чем-то чрезвычайным, как это было для Европы, когда Рим, потом вот эти гигантские руины, где потом всего Средневековья Рим занимал какую-то ничтоженную долю вот этих, так сказать, бесконечных руин, и было невозможно себе представить, что когда-то всё это был город, и, собственно, это практически там до XIX века, да, наверное, было так. В Китае такого не было. В Китае тоже были периоды, вот после Хань, например, когда города с III века нашей эры по VI-VII века, там было такое довольно тёмное время, когда Северный Китай был там под властью кочевников, всё раздроблено, и города тоже практически схлопываются, их почти не остаётся, но когда это кончилось, то опять всё расцвело, и если посмотреть материал по Средним векам, по уже Танской столице Чанань, которая была столицей с VII по X века, то это такой город, уже совсем видно, что они совсем всё умели. Там такая, знаете, абсолютно нью-йоркская планировка, квадратные кварталы и порядка миллиона жителей. Вот я как раз хотел подойти уже к тому, как устроены были эти города. Насколько я понимаю, самые первые города китайские, которые мы видим, они уже как-то удивительным образом спланированы. Что там археологи нам говорят? Ну, мы не всегда это можем видеть, потому что не всегда есть достаточно данных, но действительно, по крайней мере, мы видим уже, как я уже сказал, с самых ранних примеров, мы видим, что они тяготеют к квадрату или к прямоугольнику. Уже это говорит о том, что они при постройке этих стен, даже каких-то небольших укреплений, исходили не из простоты, потому что понятно, что круглая стена у неё меньше, при той же защищаемой площади она короче, поэтому её быстрее построить, чем квадратную, но они, тем не менее, почти всегда тяготеют к прямоугольнику или к квадрату. Мы не очень знаем, что было в голове у тех ещё неолитических строителей, потому что они писать ещё не умели, и поэтому тут трудно реконструировать. В более позднее время, это многократно объяснено, в Китае предполагалось, что прямая линия – это символ цивилизации. Собственно, вот человек цивилизованный отличается от человека, не цивилизованной вообще дикой природы, тем, что он живёт в прямых линиях. Соответственно, вот эта постройка прямых таких стен городских, она как бы упорядочивала окружающий мир и символизировала вот эту цивилизирующую функцию правителя и цивилизирующую функцию человека и культуры. Что касается внутреннего пространства, то про многие ранние города с данными не очень хорошо, потому что, понимаете, эти стены, например, археологически очень легко найти, потому что они практически не рушатся, а всё остальное, конечно, гораздо хуже часто заметно. То есть внутри стен у нас мало, структур сохранивших. Да, ну где как? Где как? В этих ранних, неолитических, насколько я помню, я не помню, чтобы там были какие-то очень хорошие находки. Иногда как раз легче находки на таких вот сельской округе, как я уже говорил, где мы можем видеть какие-то там дороги и так далее. Но для, например, уже первого тысячелетия до нашей эры, когда, так сказать, это период, там, например, сражающихся царств, тем более имперское время, Хань, там очень много хороших археологических находок, и там, конечно, абсолютно видно, что город строился не очень быстро, и, конечно, видно, что до какой-то степени он был заранее спланирован. То есть прежде чем приступать к планированию, территория распределялась, начиналось это всё с стен, параллельно строились дворцы. Другое дело, что очень забавно, и этим характерны как раз имперские города ранние, они прежде всего планировали город, исходя из его функции резиденции правителя. То есть очень чётко видно, что часто начинали строить дворцы, которые также были окружены стенами, какие-то, так сказать, храмовые структуры, рынки проводили улицы. Вот что касалось уже того, что находится внутри кварталов, которые были оставлены просто для жилья людей, видимо, там никакой особой планировки уже не было. То есть это уже отдавалось на откуп каким-то застройщикам или самим людям. Поэтому, если бы мы с вами попали вот в этот, так сказать, какой-нибудь западно-ханьский чанай, мы бы увидели, что это действительно грандиозный город, там 35 квадратных километров территория, из которых чуть не три пятых занимали дворцы. Дворцы там были большие по 7 квадратных километров, так сказать, это по сравнению с этим, там современный, там, дворец Гугун в Пекине, он небольшой, да, то есть это действительно грандиозные комплексы, которые друг с другом были связаны галереями, чтобы, значит, император или кто там еще мог приходить с одного дворца в другой, не спускаясь, не выходя на улицу. Мимо них шли широкие по 45 метров, шириной разделенные на три полосы прямые улицы, которые шли от ворот к воротам. Они формировали кварталы, но на жилье, наверное, оставалось хорошо, если одна пятая городской площади. И вот видели... Жилье обычных. Да, да, так сказать, там, где, собственно, жили горожане. И вот там, видимо, было все вполне как в современных китайских городах, то есть абсолютно прихотливые переулочки, очень далекие от идеи примизны, то есть там уже никого не интересовало. Как будут жить простые люди, это не интересовало планировщиков. Они решали определенные большие проблемы, поэтому, например, вдоль этих больших прямых улиц там также были сточные канавы, которые выводили нечистоты из города, там строились колодцы, как-то это решалось, но очень в общем. И этим отличаются ранние ханьские города даже от поздних ханьских, потому что если мы с вами посмотрим на восточно-ханьскую столицу Луян, которая строилась уже в первом веке нашей эры, там все гораздо более разумно, то есть там дворцы занимают поменьше территории, и видно, что гораздо больше занимались вот этими жилыми кварталами. Вот прежде чем мы совсем уже углубимся вот в структуру, да, как там распределялись эти улицы, мне вот, что я хочу акцентировать этот момент, нормальный европейский город как строится, то есть возникает какой-то замок, да, там феодалово, например, вокруг него там, ну, эти, ютятся дома, потом это все обносится еще большой стеной, потом это опять начинает обрастать посадами, появляется еще одна стена, и мы видим, как он хаотично вот так разрастается, этот город, это и по археологии видны, и там, каким-то письменным источником в китайских городах этого вообще нет, то есть они все сразу города спланированы и построены? Нет, они, конечно, тоже в китайском городе всегда главной функцией была именно резиденция власти, если это не резиденция царя или императора, то тогда это резиденция какого-нибудь уездного начальника, да, какая-то местная департамент, это всегда, всегда основное, поэтому, если бы вернуться, опять же, каким-то неолитическим временам, то мы знаем ранние городские центры, где стенами окружен только дворец правителя, это вполне понятно, поэтому здесь это похоже, другое дело, что мы довольно мало видим в Китае материала вот такого, когда город растет как-то сам по себе, то есть, например, вот западно-ханьская столица Чанань, про которую я уже говорил, она, очевидно, была спланирована не совсем хорошо, и люди очень быстро перестали помещаться, то есть столичная область не вмещала всех, кто хотел поместить, кто хотел жить, собственно, в столице, потому что, как я уже сказал, там почти всю территорию занимали дворцы, и через некоторое время стало понятно, что что-то надо с этим делать, потому что разрастание посадов вокруг стены старались избежать, считалось, что это плохо для обороны, и вообще для порядка, и не надо так делать, поэтому очень быстро стали строиться города-спутники, причем интересно, как они строились, это тоже, на мой взгляд, много говорит о китайцах, дело в том, что древнекитайские императоры, они тоже время от времени умирали, для них строили мавзолей, очень большие, красивые, с большим количеством всяких дополнительных пристройок, в принципе, полагалось, чтобы эти мавзолеи охраняли, но обычно это просто приписывались какие-то люди, которые за этим следили, вот в западно-ханьское время первые, ну так, где-то 7-8 императоров при каждом мавзолее строился специальный город, который формально был предназначен для того, чтобы охранять мавзолей, туда переселялось там несколько тысяч человек, а потом они росли, им всем давались права уездных центров, это повышало их статус, и туда приезжали люди, которым в столице уже не помещались, но хотели жить, тем не менее, неподалеку, потому что это действительно, ну это десятки километров от столицы можно пройти, и вот эти города очень быстро, некоторые из них тоже начинали уже, в них жило там чуть не по 100-200 тысяч человек, вот эти города-мавзолеи так называемые, они выполняли функции городов-спутников столицы и вмещали тех людей, которые не вмещались в столицу, при этом забавно, что вот именно вот такой немножко странный способ, вместо того, чтобы просто их построить, это вот привязывалось к этим мавзолеям, и как только столичная область была насыщена, и больше городов не надо, это обычно был отменен, и мавзолеи продолжали строиться, но городов при них уже не основывали под каким-то предлогом, что, дескать, вот людей не надо строгать с места, и будь они живут, где живут, это прекратилось. Ну, то есть, мы в любом случае видим изначальное планирование, да, то есть, если даже ранние вот эти города, в которых большую часть занимают дворцы, они все равно планировались так, что он квадратный, там основная площадь это дворцы, но все равно оставляется незастроенная территория, которая потом будет заполняться людьми. Да, и понимаете, здесь, видимо, древнекитайские города могли избежать вот этого неконтролируемого разрастания городов западноевропейских, в многом потому, что все-таки, опять же, благодаря гораздо большему количеству населения у древнекитайских правителей были гораздо большие ресурсы для их привлечения, и поэтому, когда какой-нибудь западноевропейский король строил город, он редко мог себе построить, позволить построить стену с очень большим запасом, да, какая-нибудь стена Филиппа Августа, да, в Париже, она вот еле-еле, вот прямо сколько города, потому что больше, это очень дорого, и строить стену с запасом, это никаких денег не хватит. В Китае всегда строилось с запасом, потому что и много народу, плюс эта технология, которая говорила вот эту, так сказать, утрамбованную землю, она довольно дешевая, если у вас есть люди, то больше вам, в принципе, ничего не надо, материал здесь же, мастеров никаких не надо, если у вас есть возможность сгонять людей, а это были... И кормить. Да, и кормить, да, это были давно, может быть, кстати, они даже, если это были трудовые повинности, то не исключено, что они на собственном были пропитании, и мы, скажем, знаем, какие-то были масштабы работ, вот когда строилась стена Чанани, то у нас есть записи просто летописные, скажем, в один год на месяц согнали 140 тысяч человек, другой год тоже на месяц 140 тысяч человек, то есть вот когда там свободный от работ, то крестьян в рамках трудовой повинности собирали, они вот, понимаете, я, честно говоря, в Европе даже думаю, что в первый раз, когда в Европе собралось 140 тысяч человек, чтобы что-то строить, это было уже тоже где-то в новое время, я подозреваю, вот, и поэтому в Китае можно было строить с запасом, никто не строил стены вот совсем-совсем с экономией, это обычно позволяло, насколько я понимаю, вот довольно редко бывало, только когда город уж очень долго существовал, тогда возникали какие-то посады, но, кстати, их тоже обычно тогда старались потом окружить стенами, и мы по археологии знаем, вот по города до имперского времени, которые подольше существовали, как бы там больше менялась ситуация, они иногда был один город, потом вокруг достраивали или рядом могли построить еще один, они были как бы как один город, но физически это два этих квадрата стен. То есть у них все-таки это встречается, потому что я вот смотрел, когда в ваших статьях о планировке городов, они все идеально, ну почти идеально, квадратные формы всегда пытаются... Нет, это сохранялось, просто могли рядом построить еще один такой квадрат, например, и да, так иногда могло быть, и в средние века тоже, например, когда монголы строили свою столицу, они построили ее к северу от джорджейнской столицы, которая была там до того, они не хотели с этим населением предыдущим особенно связываться, они построили свою столицу к северу, поэтому, так сказать, город представляет два квадрата, один поновее, другой постарше, а потом уже это все было там через некоторое время потом внесено какой-то там общей стеной. То есть так иногда бывало, но в целом, потому что всегда строили с запасом, то вот такого, как в Европе, когда город мог иметь там чуть не пять стен, да, как Москва, да, как деньги прибавляются, окружаем еще. Причем там неправильный форум этот Китай-город вырос, какой-то непонятный. Да, да, да. Вот в Китае это обычно, этого обычно не происходило, потому что, видимо, сразу строили, строили с запасом, хотя форма, конечно, тоже не всегда была идеальной, потому что все-таки жизнь сложнее паровоза, и действительно, речки всякие текут непрямо, и в холмы всякие стоят непрямо, поэтому идеальных квадратов не так много. Но, по сравнению с европейскими городами, там всегда выдерживается форма гораздо более четкая. Ну, да, и прямые улицы. Вот эти главные проспекты обязательно должны были быть прямыми, это было обязательно, считалось, что иначе это совсем, совсем нехорошо. Это программа Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Сергей Викторович Дмитриев, мы говорим про древнекитайский урбанизм. Говорили в общих чертах, уже обсудили, как это там, в целом, чем отличались города, но есть у нас не только археологические источники про древнюю Китай, у нас есть письменные, они появляются, насколько я понимаю, достаточно рано, и в отличие от европейцев, они очень рано начали теоретизировать и рефлексировать о том, как нужно строить город. Расскажите вот про этот прекрасный источник. Ну, китайцы вообще очень любили теоретизировать и рефлексировать, потому что интеллектуальная элита получала образование историко-филологическое, поэтому, собственно, это было единственное, что они умели делать, как следует это теоретизировать и рефлексировать. Ну и действительно, очень рано, как я уже сказал, появляется представление о городе как о чём-то таком очень важном, и, например, про некоторых государственных лидеров, там, например, писали, что он начал пахать землю, строить города, то есть это был такой маркер цивилизации, маркер государства, что, кстати, соответствует нашим представлениям о государстве, у нас обычным маркером государства считается, один из важных, это как раз наличие города. То есть здесь древние китайцы, в общем, примерно одинаково думали, и более того, существует действительно такой довольно интересный, совсем теоретический текст, который показывает, как надо строить столицу. Это кусочек интересного памятника, который называется Хаугунди, то есть записки о проверке работ ремесленников. Это, видимо, текст, написанный где-то в середине первого тысячелетия до нашей эры, но, как многие тексты тогда написаны, он имитирует некую реальность более раннюю, где-то, так сказать, там, 11-10 веков до нашей эры, когда существовало государство западное Джоу. Очень многими в более позднее время в Китае, в частности, Конфуциям, почитаемое как идеальное время, когда вот все было совсем хорошо, поэтому правила, если хотели правителю навязать какие-то новые правила и объяснить ему, почему их надо применять, то очень многие как раз пытались их выдать за какие-то западно-джоуские установления. И вот есть этот текст, который очень похож на некие такой акты госприемки для самого разного, очень большого набора ремесленников, там, как делают луки, как делают колесницы, как делать какие-то там бочки, очень большой набор тканей. Это замечательный текст, который немножко испорчен более поздними комментаторами, которые ничего не понимали в том, как делать бочки и колесницы, зато были историками и филологами. Тем не менее, там много осталось такого живого материала, и кусочек, который посвящен строителям, он действительно полностью посвящен тому, как строить столицу Вана, то есть столицу царя. И в нем есть несколько очень характерных моментов. С одной стороны, мы видим там вот эту квадратную форму, видим прямые улицы, которые должны симметрично идти, в каждой стене по трое ворот пробивалось, от них шли как раз вот эти вот по три улицы, с севера на ю, по три улицы, с запад на восток. Причем интересно, что улицы эти называются с севера на ю, которые тут, они называются Дзин, а с запад на восток называется Уэй. Почему это интересно? Потому что это термины из ткани, вот основы и уток, то есть вот нити, которые идут в ткани вдоль и поперек, они именно теми термины называются. То есть улицы как бы были такой тканью города, вот именно сеткой координат, можно сказать. От этого уже до сетки координат совсем близко. Это там тоже есть, плюс там очень подробно описывается, как строить дворец, как строить храм предков, как строить, так сказать, там алтарь земли из лаков и рынки. А дальше остальная территория города никак не оговаривается. И, как я уже сказал, это действительно долгое время не очень интересовал городостроителей, потому что как будут жить люди, это была уже их тяжелая задача. Видимо, этот текст, он как-то суммировал такие представления о том, как надо строить город, который вот где-то на середину первого тысячелетия до нашей эры существовали, потому что, как мы уже говорили, вот примерно так это и выглядело. А в ханьское время это начинает выглядеть совсем так, особенно если речь идет не о больших городах, где все-таки труднее было примениться к рельефу. А вот если посмотреть построенный в ханьское время какие-нибудь уездные центры, особенно на каких-то новых территориях, где можно было особенно не церемониться, там очень часто мы видим прямо точные воплощения этих требований к Хаугунди. То есть квадраты, абсолютно точные квадраты, прямые стены и прочее, прочее. То есть, видимо, как раз во времена хань Каугунди был возведен в ранг такого некого канонического текста, и им стали пользоваться действительно при строительстве городов, хотя он тоже, в свою очередь, основывался на каких-то принципах, разработанных до того, так что это было, в общем, не очень трудно. И это, наверное, у нас есть соответствующие тексты для античности, был такой гиппадам Милецкий, по-моему, если я не ошибаюсь, который как раз разрабатывал теорию, как надо строить города у себя там в Средиземноморье. И, кстати, там многое повторяет, потому что основы римского города тоже были две прямые улицы, пересекающиеся под прямым углом, да, Карда и Докуманус, и кое-что еще совпадает. Это примерно, он, наверное, чуть-чуть попозже, но, в общем, это примерно одно и то же время, но у него, по-моему, не так подробно все это изложено, зато более практично, наверное, так. Но гиппадам Милецкий система, она не была централизованно внедрена, поэтому, мне кажется, в Европе знали про нее, но... Ну да, она не настолько была обязательно, а в Китае, строго говоря, вот в послеханьское время, практически до уже, там, на вид до XX века, найти город, который построен как-то не так, сильно не так, практически невозможно, потому что город всегда воспринимался именно квадрат, прямые улицы, башни по углам, посередине, значит, Ямынь или какой-нибудь дворец правителя, и вот дальше еще что-то вокруг, то есть это была схема. Давайте, да, про инфраструктуру этого города поговорим. Во-первых, про дороги. Да, мы сказали, что это вот пересечение трех от одной стены, трех от другой, и вот они там... Да, то есть это разделило город в идеале на сколько там, значит, девять квадратиков, которые, ну вот иногда бывало больше, в Чанане было двенадцать таких, значит, некоторые из них занимали дворцы, кое-где эти дворцы могли прерывать улицы, то есть улица не обязательно должна была идти от ворот до ворот, потому что как получится. Некоторые шли, и, скажем, в Чанане есть улицы, которые там шесть километров в длину, например, это даже для современного города совсем немало. И сами эти улицы были интересно устроены, вот про это расскажите. Да, они были зонированы, похоже, как у нас сейчас. Там было, они делились на три полосы, две полосы были для людей, а средняя полоса, она была, во-первых, они были разделены канавами, которые использовались для стока нечистот, но при этом всё равно средняя полоса была чуть приподнята над двумя соседними, и она была зарезервирована для императора, императорских гонцов, чиновников со всякими особыми предписаниями, причём это было не только внутри городов, все имперские дороги, а надо сказать, что в империи Хань, конечно, дорог было поменьше, чем в Риме, там, примерно раза в два, но всё равно 35 тысяч, по-моему, километров, общая протяжённость. Вот все такие дороги, как бы, имперского значения, они также делились, вот эта средняя полоса, она была запретная, на ней нельзя было перемещаться без особого разрешения. Причём, если мне память не изменится, она была шире, чем все остальные. Да, она была пошире чуть-чуть, и она, да, была повыше. Что касается остальных двух, то есть тексты, ну, вот, например, есть один из текстов про жизнь Конфуция, где говорится, что вот он, когда был там главным судьёй, то у него, значит, мужчины ходили по одной стороне, а женщины по другой. То есть вот это вот две полосы, конечно, пытались ещё дополнительно как-то развить, но в жизни, видимо, такого не бывало, потому что это было бы уже слишком сложно, они были уже примерно одинаковые, там могли ходить все кто, я думаю, что, опять же, вот в таком большом городе имперского времени, поэтому улицы должны были представлять гигантские пробки, значит, с какими-то телегами, ручными тачками, какими-то запряжёнными быками и прочей, значит, и просто толпой, а посередине, значит, было пусто, и там иногда проносился какой-нибудь гонец с пером на шапке, или там какая-нибудь колесница проезжала, но совсем нечасто, занимать эту среднюю часть было совсем никак нельзя. Ну вот да, сто тысячное, когда больше ста тысяч, да, сотни тысяч населений, вот такой большой город, и там вот есть транспортная система, она, понятно, более-менее удобная, поскольку она вот такой сеточкой квадратной, и, видимо, ну, там не было вот как у нас сейчас все утром в центр, а потом все из центра. И плюс всё-таки надо иметь в виду, что это действительно широкие улицы, у них по 15 метров эти три полосы, то есть 45 метров общая ширина, это, опять же, я не думаю, что даже в Риме было много улиц, которые были такой ширины, то есть, конечно, это решало определённые проблемы, если вы выбирались из своих переулков на эту магистраль, то дальше, видимо, вы даже в этой толпе всё-таки могли добраться там до ворот или куда-то ещё, то есть, это тоже была система, с одной стороны, красивая, но, с другой стороны, удобная, решав, именно приспособленная к большому количеству населения, причём интересно, что вот эта ширина улиц, она, скажем, в Каугунде тоже задана, то есть, они даже тогда, когда ещё города были не такие уж большие, всё равно уже закладывались как норму, закладывали большие широкие улицы. Мне, честно говоря, это напоминает, я просто родом из Самары, он такой естественный город, а рядом есть Тольятти, который был построен как город, обслуживающий Тольяттинский автозавод и Волжский автозавод, и там он изначально, город рассчитан, это видно, для машин, там вот эти огромные широкие проспекты, удобно разъезжаться, там негде возникать пробкам, ну, сейчас, может, уже и появились, конечно, с ростом, но то есть, изначально видно, что это город как бы для передвижения по нему, в первую очередь. Хорошо, идём дальше, пробки обсудили, какие у нас основные проблемы возникают у горожан, там, например, канализация как была устроена? Ну, собственно, всегда в большой скученности народу всегда проблема, это, так сказать, подача воды, водопровод и, соответственно, канализация. Вот я буквально на днях был у вас тут недалеко в музее леса, который в Москве существует, и там, например, есть недавно найденные где-то на Красносельской остатки деревянного водопровода, которые в Москве были заложены, начали закладывать при Екатерине Второй, и больше ста лет ушло на то, чтобы их положить. Это такие высверленные брёвна, которые вот как-то воду куда-то подводили. То есть в Москве водопровод – это совсем недавняя штука, совсем недавняя. В Китае бывало по-разному. На самом деле, обычно в большинстве городов всё-таки проблему доставки воды решали, с одной стороны, колодцы, с другой стороны, водоносы, которые приносили. Но, например, в Луяне была уже система, то есть первый и второй век нашей эры, там была система подачи воды из гор вокруг, то есть из горных источников, причём довольно сложная, там не просто акведук, а там используя всякие водоподъёмные колёса и так далее, довольно сложная инженерная система. Я, откровенно говоря, не готов сказать, какой процент населения имел доступ к этой воде, но система существовала. Что касается канализации, то тоже на Западе существовала знаменитая Клаака Максима в Риме, но после этого, по-моему, до конца XIX века никто этим особенно не заморачивался, потому что, ну, куда? В Китае, поскольку города были больше, то это была гораздо более насущная проблема, и такой канализации, как в Риме, закрытой не было, но вдоль всех улиц шли специально оговоренные канавы, которые выводили, такие выводили нечистоты в городской ров, и к ним, видимо, подходили соответствующие какие-то канавы, которые шли вдоль этих переулочков, где жили люди, то есть какие-то основные нечистоты, тем не менее, в ров выводились, по крайней мере, вот этого облика, который мы знаем очень хорошо по литературе средневекового европейского города, который весь тонет в нечистотах и там, значит, звенят звоночками, когда выливают ночные горшки на голову прохожим, в Китае мы таких описаний не видим, то есть они много за что ругали города, но за грязь не ругали, то есть они вполне были, видимо, никаких, так сказать, вот горы и озёр того, чего не надо, там не было, то есть эта проблема решалась, я думаю, что вот в основном за счёт этих канав вдоль этих прямых улиц они тоже, так сказать, там указаны, как они должны профилироваться, и археологически это найдено, то есть они существовали, и более того, есть, так сказать, описание, там, когда во II веке там было некое восстание в Чанане, и его жестоко подавили, то указано, что вот из выходов этих водоводных канав, значит, в ров христалл и кровь, то есть что говорит о том, что они вполне функционировали. Не для этого их делали, но, в общем, они работали. Но там какая-то служба должна была, которая бы их чистила, которая... Я думаю, да, я, откровенно говоря, понимаете, у нас, как всегда, ну, вообще в истории одна из главных проблем исторической науки, что мы очень много знаем про полпроцента всяких царей, генералов и их наложниц, и почти ничего не знаем про остальных. Вот всякие, довольно мало текстов древнекитайских, которые описывают, как живут горожане, они есть, и там есть всякие забавные штуки про то, какие там есть люди, каких нет в деревне. Но вот про осенизаторов не встречались у меня упоминания, но я думаю, что раз была система, значит, был кто-то, кто ее каким-то образом обслуживал. Но никаких детальной информации нет, но они должны были быть. Хорошо. Сотни тысяч людей живут вместе. Они явно не занимаются сельским хозяйством и, ну, не могут себя обслуживать и жить на... Собственно, ну, как в деревне там, например. Значит, должна была быть кровеносная, скажем так, система городская, то есть торговля. Как там она была устроена? Ну, во-первых, на самом деле, некоторая часть горожан все-таки немножко себя подкармливали. Мы знаем, что за городскими стенами были огороды, и многие горожане имели такие дачи, которые туда-не-туда уходили и что-то там себе немножко выращивали. Но, конечно, полностью себя прокормить они не могли, потому что, собственно, для этого и шли в город, чтобы этим не заниматься. Они занимались там кто ремеслом, кто торговлей, но, естественно, очень большую роль, поэтому всегда в каждом городе очень большую роль играет поставка продовольствия. И, например, мы довольно... Ну, вот есть там отдельная интересная тема, скажем, городов в степи, там, когда в монгольское время там была столица Каракарум, который был в Монголии. Вот пока все было хорошо, вполне он функционировал. Когда там Хубилай поссорился с младшим братом, и тот как раз опирался на Каракарум, Хубилай просто перерезал все дороги туда, и через пару месяцев города не стало, просто потому что перестали подвозить зерно. Естественно, подвоз еды – это принципиально важная штука. У нас нету сведений о том, чтобы это было как-то центрально организовано, просто вот утром городские ворота открывались, и в частности в них, значит, въезжало огромное количество всяких с ручными какими-то тачками, с всякими... Были специальные типа бамбуковых рюкзаков, вот всякий, так сказать, разнос, это торговцы всем, всем чем угодно в разнос, который к части из них торговало прямо на улицах, и вот, так сказать, уличная торговля, характерная для современного Китая, всяким готовой едой и продуктами, была вполне развита вот на этих больших улицах, судя по всему. Но были и специальные рынки, которые... Кстати, вот это очень интересно, что в Хаугун-Дзи рынки тоже очень строго регламентируются, то есть всё ритуальное, да, дворец, храм такой, храм сякой, и рынок, потому что рынок, всем уже было понятно, что город без рынка не бывает. В Чанане тоже рынки были, они занимали довольно большую площадь, причём известно, что они, опять же, все не помещались, и многие рынки были за пределами городских стен, и туда тоже, так сказать, там это было такое совмещение приятного с полезным, можно было сходить что-нибудь купить и, значит, просто погулять. Там был такой, скажем, ясеневый рынок, где продавали всякие книги, музыкальные инструменты, вот он был просто в таком, значит, ясеневой роще, и про него много чего написано хорошего. Внутри города рынки были не такие буквалические, они были тоже окружены стенами, там в середине стояла башня с чиновником, который наблюдал, чтобы всё было вовремя, причём они работали круглосуточно, были ночные рынки, были дневные, и это отличало, так сказать, в зависимости от времени суток могло различаться ассортимент того, что продают, что-то нужно было купить ночью, чтобы успеть что-то приготовить, например, к утру. И, да, древнекитайские рынки, по крайней мере, из того, что мы знаем по древнекитайским источникам, они очень специализированы, то есть вообще были рынки, которые всегда торговали чем-то одним, если же рынки были более универсальны, всё равно разные продавали в разное время суток, и поэтому там, да, кипела жизнь, кипела жизнь всё время, причём, ко всему прочему, надо ещё иметь в виду, что ханьское время – это уже время, особенно конец западной хани, вся восточная хань – это уже великий шёлковый путь, и столица была, собственно, вот начальным или конечным, откуда вы идёте, точкой этого шёлкового пути, поэтому очень многие поэты и всякие литераторы описывают, что ещё там в этой толпе, значит, какие-то диковинные люди, которые привозят какие-то диковинные товары, и вот эта всё, так сказать, толпа стала ещё более экзотичной, потому что в неё добавились иноземцы, которые тоже вот при прибыли что-то купить, что-то продать, и, конечно, это производило сильное впечатление, особенно на людей из деревни. А в Европе любой город – это всегда производственный центр, ремесленный центр, а в Китае это было так же, и там было какое-то зонирование, вот как у нас в Европе, ну, во всяком случае, в России-то уж точно, там есть Кузнечный конец, есть... Как когда? Вот, например, про Чанань мы этого не знаем, потому что, опять же, там не так уж было много места для людей, но есть одна из, так сказать, пяти столиц ханьского времени, это, вон, так сказать, второй, по-моему, вот из этих десяти городов, про которые мы говорим по численности, город Ченду, вот он, если я правильно помню, в нём очень значительную часть городской территории занимают мастерские, и таких городов ещё несколько. Есть, например, Наньян, там был центр железоделательного производства, и там прямо так чуть не половину города – это вот просто вот эти вот плавильные мастерские государственные. И, конечно, таких городов было довольно много, потому что почти все города, они совмещали в себе, так сказать, вот там была функция политическая, это там был какой-то уездный центр, функция торговая, потому что это были рынки, а для особенно традиционного общества, как вы понимаете, когда ехать куда-то далеко, то где будет рынок – это очень важно, потому что туда стекаются, так сказать, люди с округи. И третье, конечно, это ремесло, и были… Это более характерно для позднесредневековых городов китайских, когда там уже тоже были цеха, и, так сказать, всё такое очень похожее на Европу, и были города, кто специализировался там на шёлке, кто на хлопке, кто на фарфоре. Про древний Китай мы немножко хуже это знаем, хотя тоже были какие-то местные товары, которые вот было известно, что где-то там вот их делают. И археологически мы это видим. Но самый яркий – это вот этот пример крупных городов, которые, знаете, вот такой Челябинск, там, видимо, с платок просто стоял сплошной дым от этих плавильных печей, потому что это действительно был такой вот центр железноделательный, такого имперского масштаба. — Хорошо, 4 минуты у нас примерно осталось, чтобы уже, мне кажется, рассмотреть самую маленькую часть вот этой структуры. Как были устроены дома, или это были усадьбы городские? Как вот там жили люди? — Это были и города, и усадьбы, потому что, более того, в Чанане мы знаем, что жили люди в Ростове, то есть вот у восточных ворот там были улицы, где жили богатые и всякие чиновники и прочее, а довольно далеко от них были кварталы простонародья. Мы хорошо знаем, как были устроены усадьбы у богачицы. Это были усадьбы, они даже были со всякими внутренними садиками, и у них там могла быть своя скотина, там что-то еще, башни. Для богатых домов были характерны такие смотровые вышки высокие. Это, видимо, был такой тоже способ, так сказать, показать себя. Они могли быть там по 5-6 этажей, например. Они не то чтобы очень жилые, но, вот, так сказать, это видно и на всяких барельефах, они всегда показаны. Иногда их там как хранилище могли использовать. А простой народ жил, я думаю, в домиках примерно. Ну, к сожалению, сейчас в Пекине таких почти не осталось, но еще там 15 лет назад их было много. Это такие одноэтажные в одну комнатку домики, которые вот вокруг этих кривых переулочков сосредоточены. И, конечно, там не было никаких садиков и ничего такого. Но это тоже, в общем, мы археологически это видим. Дело в том, что еще, ко всем прочему, Хань — это время про архитектуру, которое мы знаем больше, чем про многое другое, потому что в это время был замечательный обычай класть в могилы глиняные модели зданий. Причем не просто усредненный, а, видимо, делалась точная копия домов, в которых покойный жил. То есть он, так сказать, такой, как лего. И это ставилось в том порядке, в каком надо, рядом с ним. Поэтому мы очень много видим образцов простых домиков и богатых усадеб. У нас очень много материалов. А вы говорите одноэтажный в одну комнату. То есть там не было, например, как в Европе, вот этой удобной системы, когда на первом этаже у тебя ремесленная мастерская, а на второй ты живешь с семьей. Ну, если богатый ремесленник, конечно, жил получше. У него могло быть... Ну, мы видим некоторое количество двухэтажных зданий, но все-таки китайцы тяготели к одноэтажным, потому что китайская архитектура, там несущие столбы, а не стены, поэтому строить много этажей одно над другим, это не Рим, да, там цемента не было, и там все довольно шаткое. Поэтому в основном одноэтажное. Обычно просто, если ремесленник был побогаче, то у него был такой дом в форме квадрата, тоже с воротами своими, у него там какие-нибудь, так сказать, с одной стороны были жилые комнаты, причем тогда делилась, значит, мужская и женская половина, где-то у него была мастерская, все это делилось. Ну, конечно, если мы говорим про каких-то беднейших таких городских пролетариев, которые там где-то вот условно чистят эти синтезационные канавы, то там, конечно, все жили в этой одной комнате, и никакого зонирования у них не было, потому что не было возможности. Это все зависело просто от благосостояния и вот возможностей горожанина. Не знаю, успеем мы обсудить или нет, во время, вы сказали, что башни были, у меня почему-то возникло ощущение, что это может быть какая-то такая защитная функция, оборонительная, а отсюда возник вопрос, там полиции какие-нибудь были в этих городах, кто следил за правопорядком? Вот, честно говоря, про это ничего не могу сказать. В более позднее время были специальные чиновники, которые следили за порядком, в ханьское время, не помню, чтобы я это встречал, хотя есть упоминания про правопорядки профессиональных преступников, которые там, значит, были очень популярны среди молодежи. Но про правопорядок, я думаю, что во многом это зависело от старшин кварталов, потому что все это делилось на кварталы, и там была внутренняя такая структура, у каждого квартала был свой старшина, который отвечал за порядок внутри. Я думаю, что мог нанимать, опять же, каких-то мелких негодяев, чтобы они следили за тем, чтобы в его квартале все было в порядке. Я думаю, это решалось как-то так. Смотрите, мы достаточно так широко прыгаем по хронологии, правильно ли я понимаю, что эта городская структура, она, в принципе, в Китае дошла до современности практически без изменений? История Китая вообще хороша тем, что с раннеимперского времени до XX века принципиально меняется мало. Поэтому, да, действительно, можно так сказать. Поздний средневековый китайский город не сильно отличался от древнего китайского города. Если говорить не про неолит, а вот там какие-то века вокруг рубежа эр, там все было примерно похоже. Китай, как всегда, стабилен. Спасибо большое. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня был Сергей Викторович Дмитриев. Мы говорили про древний китайский урбанизм. До встречи в следующую субботу. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова